Здравствуйте! Вы смотрите Зеленую передачу. Сегодня в выпуске мы будем много говорить о красоте. Узнаем, как создать настоящий тропический рай на Южном Урале. Опытом с нами поделится семья Косаревых. А консультант «Зеленой передачи» Алексей Агапов даст профессиональную оценку тропическим растениям. Надежда Черненко научит нас просто и быстро размножать гортензии. Татьяна Сунгурова расскажет, как использовать в саду камни и минералы. А Галина Абакумова поделится опытом выращивания огурцов. Вырастить тропический сад в нашем уральском климате редко кому удается. Даже опытные агрономы не всегда справляются с задачей организации роскошного зимнего сада. А вот Татьяна Николаевна сумела создать настоящие джунгли рядом со своим домом. Все началось с того, что комнатные растения стали занимать слишком много места, и хозяйка решила их отселить в теплицу. Все в грунт высаживалось. Высаживалось в грунт, все так было все маленько. А потом все это постепенно выросло. Создать большую и надежную теплицу удалось благодаря техническому гению мужа Татьяны Николаевны. Он сумел организовать тропический климат с помощью простой и надежной системы. На метровой глубине проложены трубы, и земля нагревается с помощью теплого воздуха. За день температура от солнечного света нагревается. При минус 25 на улице, здесь 20 градусов. Это в солнечный день. Температура здесь поднимается до 25, до 30 градусов. За день она нагревается, нагревает почву. Маленький моторчик гонит воздух. Нагревает почву, и почва работает как радиатор. В принципе, тут ничего сложного. Первые успехи воодушевили Татьяну Николаевну. И она стала регулярно пополнять свою коллекцию. Новые растения привозила не только из садовых магазинов. Большинство растений приехали из далеких стран. Много из Греции, много из Испании, из Италии, из Малайзии, из Сингапура. Из Сингапура тоже привозила. Это все маленькое было. Все упаковывало, все возило. А сейчас вот все большое выросло. Необычной коллекцией заинтересовался ландшафтный дизайнер и большой друг зеленой передачи Алексей Агапов. После небольшой экскурсии по тропическому саду наш консультант был поражен прекрасным состоянием и внушительными размерами южных растений. Все растения выращены в открытом грунте, поэтому они имеют такие большие размеры, не характерные для простых форм, которые встречаются в квартире. Просторный зимний сад стал уже малова для буйных зарослей. Теперь хозяйка подумывает о том, как можно расширить помещение, где обитают экзотические растения. Крышу поднимать. Будем крышу поднимать. Ну, маленько, наверное, еще шире увеличивать. Ну, как, не знаю, вшить-то уже... Ну, вшить только, туда-то уже некуда увеличить. Вот, будем поднимать крышу. Вот уж жалко, пальма. Пальма жалко. Банан-то не жалко. Он же отцвел, и все, и погибает. То, что это вот... Если вам нравятся великолепные гортензии, а я уверена, что они нравятся многим, если не сказать, что всем, то вы наверняка захотите поселить в своем саду как можно больше кустов. А как размножить отличные сорта гортензий, рассказывает наш добрый друг, садовод-опытник Надежда Андреевна Черненко. Садоводы подвержены модным веяниям не меньше других, и любители декоративных растений уже несколько лет охотятся за красивыми сортами гортензий. Наш консультант Надежда Андреевна Черненко расскажет, как можно приобрести полюбившийся сорт без особых финансовых затрат. Любимица садов и на пике моды декоративно-цветущий кустарник, конечно, гортензия. Конечно, разнообразие такое, что хочется иметь в саду все. К сожалению, можно ошибиться, покупая тот или иной сорт, потому что может просто быть пересорт. Но когда вы подошли к кусту и видите, вот он в натуре, вот он зимовавший, вот он росший в этих наших экстремальных условиях, конечно, но почему не попробовать его размножить? Для этого нам надо найти так называемую неперспективную веточку на кусте. Это отросток, который растет внутрь куста и в дальнейшем может помешать развитию растения. Но если не окажется неперспективного однолетнего побега, то можно срезать черенок с любого прироста текущего года. Я подошла к кусту гортензии своему, которому я люблю, и нахожу здесь неперспективную веточку. В данном случае вот и вот. Две неперспективные ветки. Я их буду убирать. Но если убирая в июне неперспективные ветви у плодовых деревьев, я их просто выкидываю, поскольку они не окореняются, нет смысла это делать, то вот эти неперспективные веточки я попробую окоренить. Обратите внимание, что для этой операции не требуется секатор. Будущий черенок надо выламывать руками. Только в этом случае у растения максимальные шансы быстро и уверенно окорениться. Я выламываю его с пяточкой. Обратите внимание, как легко он выламывается. Вот это место заживет очень быстро. Растения не почувствуют никакой травмы. И вредители, и болезни не успеют здесь поселиться. Но зато у меня в руках очень перспективный для окоренения черенок гортензии Брэдшнайдера. Вот в этой пяточке кладезь ростовых веществ и окоренение произойдет очень быстро. Черенок как можно быстрее надо поместить в субстрат для окоренения. Но пока это не произошло, веточку можно положить в полиэтиленовый пакет. Пакет предварительно слегка смочить водой, а затем убрать наш контейнер в прохладное место. Следующий этап – подготовка к посадке в субстрат. Череночек великолепный. Мне даже не хочется убирать ростовую почку. И мы попытаемся вот такой немножко великоватый череночек оставить для окоренения весь. Уберем нижние листочки, которые будут погружены во влажную среду. А вот это оставим. Хотя, наверное, можно и вот эти слегка убрать. И вставляем сюда. Уплотняем. Последний штрих – создание мини-парника. В течение месяца этот парник стоит в затененном месте. Примерно через месяц мы увидим, окоренился черенок или нет. Если обстоятельства сложились удачно, черенок выбросил новые листочки. Можете пересаживать его на постоянное место. У вас все получилось. Тропический сад Для этого надо иметь только невероятную любовь к растениям. Татьяна Косарева согласилась провести экскурсию по своему зимнему саду. А консультант «Зеленой передачи» Алексей Агапов рассказал о наиболее интересных обитателях тропических зарослей. Все растения выращены в открытом грунте. Поэтому они имеют такие большие размеры, не характерные для простых форм, которые встречаются в квартире. Можно назвать достаточно интересными коллекция папоротников, коллекция лиан, мы сегодня о них тоже поговорим. Это крупные драцены, фикусы, аллоказия, коллекция пальм, тоже внушительных размеров, тоже заслуживает внимания. Ну и цветущие камелии, декоративно-лиственные бегонии. То есть ассортимент достаточно большой. Начать обзор наши экскурсоводы решили с папоротников. Внушительных размеров зеленые листы возвышаются на метр от земли. Это адиантум. Татьяна уверяет, что не стоило никаких усилий вырастить такой роскошный экземпляр. Просто он вырос, вот такая красота она выросла, но особенно он ничего не делал. А появился он у меня, мне кажется, из местного магазина. Вот это точно не привозило ниоткуда. Адиантум относится к роду папоротников, которые растут в субтропиках и тропиках. То есть это достаточно теплолюбивая культура. В условиях комнаты содержать его непросто, потому что у нас низкая влажность воздуха в комнате. Но вот здесь соответственный микроклимат, который позволяет добиться здорового вида. То есть листья все имеют глянец, они все ровные, красивые и достаточно большая высота. То есть это в пределах где-то метра, метра двадцати. То есть для условий содержания это в принципе достаточно хорошее. В дикой природе адиантум может вырастать до двух метров. Все лесные папоротники любят рыхлую землю, листовой перегной и не любят пересушек. Потому что от сухости страдает корневая система. В условиях комнаты содержать его нелегко. Влажность низкая и многие либо заливают, либо пересушивают. Поэтому культура очень часто выпадает. Следующий живой экспонат – это всеми известное растение, которое в наших краях многие представляют только в виде желтоватых листов, которые в древности использовали вместо бумаги. Папирус. Вот это папирус. Специалист что скажет? Папирус? Это папирус, да. То есть для наших участков, скажем так, для наших подоконников очень часто распространен ципирус, который встречается практически в любом зимнем саду и в любых условиях. Но вот редкая культура – это папирус. Вот мы можем увидеть высоту достаточно большую. А так это родственники. То есть у папируса высота около двух метров. Это, в принципе, его природная высота еще больше. То есть до трех может вырастать. Прибыл папирус на Южный Урал прямиком из Таиланда. У Татьяны даже есть свой метод – доставки экзотических растений. Бутыли пятилитровые. Разрезаем пятилитровую бутыль. Ложим туда саженец. Скотчем заматываем и в чемодан. И приезжает домой. Растет. Где, как не на Урале создавать каменистые композиции и садики? Потому что именно у нас можно встретить великое разнообразие различных камней и минералов. Ландшафтный дизайнер Татьяна Николаевна Сунгурова готова помочь вам сориентироваться в этом многообразии. Наши участки все меньше похожи на колхозные плантации и все больше напоминают произведения садоводческого искусства. Клумбы, грядки и даже деревья мы стараемся располагать по всем правилам ландшафтного дизайна. Кстати, помимо знаний о почве и растениях, ландшафтному дизайнеру просто необходимо хоть немного разбираться в минералах. Мы находимся в очень удачном месте с точки зрения минералов, камней, богатства. Наше богатство под нашими ногами, под нашим взором. То есть мы все знаем, что мы живем на Уральских горах. И в целом, конечно, знание ассортимента того материала, с которым работает ландшафтный дизайнер, это, конечно, очень важно. Если вы приобрели участок, а затем обнаружили на нем внушительных размеров булыжник, то не стоит сразу расстраиваться. Возможно, эта находка будет настоящей удачей и дополнит индивидуальный облик вашего сада. При выборе камней мы смотрим на две важные составляющие. Это первая – прочность камня. То есть даже не зная название породы той или другой, мы проверяем это на прочность. Если это камень прочный, то есть мы его механически испытываем, то мы его можем использовать как в ракарии, в репинарии, так и, возможно, на мощении, если это плоская форма. То есть плоскую форму мы используем для дорожно-тропиночной сети, а круглые формы мы используем уже в растительной композиции и для оформления берега водоема. Если же камень, который вы выкопали из своей земли, рассыпается, то и в этом нет ничего страшного. Надо помочь минералу разломать его еще больше, и получится декоративная отсыпка. Кстати, сегодня дизайнеры не ограничивают себя в выборе минералов. В Институте агроэкологии, где обучают в том числе и ландшафтных дизайнеров, существует уникальная коллекция минералов Южного Урала. В своей работе мы используем минеральные породы, это в том числе гранит всевозможный, змеевик, такие породы, как яшму. Используем кварцит и в различных, как в природных, естественных формах, так и в формах, которые уже выходят из-под станков. Допустим, это используется при мощении, при облицовке цоколя, при облицовке подпорных стенок. Плоские камни, как правило, используются еще и для создания русла искусственного ручья или изготовления каскада. Достаточно большой плоский камень можно использовать даже для строительства собственного мостика. И так, случайная находка на участке требует проверки на прочность и оценки эстетического вида. Если минерал сочетается с окружающим пространством и архитектурой дома, значит, можно задуматься над новым украшением собственного участка. Завершаем прогулку по оранжерее семьи Косаревых, где растения чувствуют себя просто великолепно. Тропический сад в теплице у Татьяны Николаевны Косаревой – это обширная коллекция экзотических растений, которая постоянно пополняется. Мы уже рассказывали о папирусе и о диантуме. Но на этот раз мы начнем с экспоната, который поражает размерами листьев. Мощные зеленые пластины напоминают небольшой зонтик. Оно вырастает очень огромное. Это еще маленькие листья. Мы все посорезали, потому что оно имеет свойство желтеть по краям. Я не знаю, почему оно так. А вообще у меня очень огромные листья. И вырастает оно очень большое. Ну, порастет, порастет маленечко, но пожелтеет, но я подсорили маленечко, хоть убрали и растет обратно. Алаказия относится к достаточно популярным растениям, которые у нас сейчас в комнате выращиваются. Вот этот внешний вид, он будет полезен тем коллекционерам, его увидеть, чтобы в перспективе представить, каким растение будет через какой-то срок. И чего мы лишаем растения, когда высаживаем в простой горшок. Пожелтение листьев Алексей Иванович объяснил не совсем подходящими условиями для растения. При желании можно избавиться от этой неприятности. Если эти факторы в перспективе будут учитываться, то есть будет создана более рыхлая земля, там более влагопроницаемая, тогда, я думаю, этих внешних признаков не будет, то есть недостатков. Это сигнал просто растение отдает к тому, что корневое дыхание у него тяжеловато идет, ему нужна более легкая земля. По влажности все отлично здесь. Еще один интересный обитатель зимнего сада – Бугенвилия. Такое растение отлично смотрится не только в зимнем саду, но и в домашних условиях. В данной коллекции очень интересны сорта Бугенвилии, которые цветут постоянно. Вот эпистролистная форма сортов такого плана достаточно много. Это различные рои цисусы, тетрастигмы, плющи, филодендроны. Можно к лианам отнести монстеры, потому что они опираются, в принципе, тоже ползут, монстер тоже достаточно много. То есть интересная группа растений, которая требует к себе небольшого внимания и заслуживает, конечно, более широкого распространения. Ой, оно очень бурно разрастается. У меня тут было вообще все затянуто. Я его маленечко обрезала, но ведет оно себе очень хорошо. Оно очень красивое. Оно цветет очень красиво. Персиковыми цветами такими очень. Растет очень быстро. Для такой формы, конечно, требуется солнечное место. Вообще Бугенвилии все любят солнечные места. Они идеально подойдут для окон с южной ориентацией, потому что многие хотят цветущие растения, но большая часть из них выгорает на таком активном солнце. Бугенвилия одна из таких форм, которая будет радовать и листьями, и обильным цветением. И в конце выпуска опыт выращивания огурцов от садовода Галины Абакумовой. Она не только подобрала для своего огуречника удачное место, но и правильно расположила его относительно сторон света и собирает великолепные урожаи. Трудно представить себе садовода, который не выращивает на своем участке огурцы. Возможно, именно по этой причине существует так много различных приемов и хитростей, которые помогают добиться обильного урожая. Своим опытом создания огуречной грядки решила поделиться садовод Галина Абакумова. Наш участок имеет некоторые особенности. Может быть, сначала это незаметно, но он такой имеет легкий уклон. Там выше, здесь ниже. Бороться с этим мой муж придумал так, что он устраивает ярусы. Вот этот огуречник, который за моей спиной, это одна из составляющих нашей стратегии строить ярусы. Здесь выше уровень, здесь ниже. Важно отметить, что огуречная гряда расположена с севера на юг. Такой ориентир крайне важен для растений. Значит, всходит у нас солнце на востоке, всходит-сходит, поднимается, и до полудня оно, как известно, не самое жаркое солнце, да? Такое ласковое, мягкое. И оно освещает нашу гряду. А после полудня оно скрывается туда, и тогда нашим огурцам получается тень вот из этой стены, которую вы видите. Это импровизированная стена из нетканого материала. Мы ее устраиваем. Вот это, мне кажется, главная находка, которую, может быть, стоит учесть людям перенять такой опыт. Вот расположение грядь с севера на юг, потому что огурцы – это такая культура, которая любит и тепло, и тень. Если вы выставите огурцы на палящее солнце, ну все, вся пыльца будет стерилизована, и никакого урожая вы не получите. Следующий важный момент – это принцип слоеного пирога в устройстве самой грядки. Получается так, что мы заправляем этот огурешник таким образом. Вот этот грунт, который уже отслужил один сезон, да, мы его частично выбрасываем. Вот так муж проходит и снимает некую сверху часть этого грунта вот сюда, на эту делянку. Потом заправляет тонким слоем, допустим, если у нас есть свежий какой-то навоз, коровий или конский. Потом заправляет вот тем выброшенным грунтом, перемешанным с нашим подготовленным компостом. Все только из травы, в основном из травы. Получается, что грядка имеет подогрев снизу, а верхнюю часть грунта обогащают с помощью компоста и комплексного удобрения. Сажу я семечки всегда прямо в сухом виде. Очень люблю вот эти голландские сорта, которые уже обработаны, имеют то ли синий, то ли зеленый окрас. Очень люблю сорт Герман, Маша, Отелло. Изящный, это не голландский сорт, но тоже его иногда сажу, он довольно обильный такой. Сажу я эти огурцы, стараюсь довольно редко, но в итоге получается все равно загущенные плантации, потом я их немножко прореживаю. На квадратный метр высаживаем 3-4 растения. Поначалу, пока огурцы не окрепли, им требуется пленочное укрытие. Причем наш консультант считает, что необходима двойная пленка. Она сохраняет тепло и защищает от излишних солнечных лучей. Потом, когда огурцы упираются своими головами в эту пленку, мы ее убираем и выставляем вот эту стеночку из нетканого материала. Внизу тоже груз в виде трубы и придавлены кирпичами, а вверху вот на эту натянутую проволоку мы привязываем веревочками эту стенку. И вот таким образом она служит. Поливаем достаточно регулярно, ну раз в 2-3 дня это точно. Подкормку делаем натуральным куриным пометом, разведенным в воде, этим настоем. Ну какой-то стаканчик этого настоя на ведро воды. Вот только такая натуральная подкормка, больше ничего. Благодаря этим маленьким хитростям огуречная гряда из года в год работает исправно. Огурцов много и они все хорошие крупности. Даже в этом году, несмотря на холодную весну, хозяйка сада рассчитывает получить достойный урожай. Не зря бытует мнение, что самые лучшие технологии придумываются в России. Только наши специалисты смогли перенести теплоносные характеристики русской печки в компактный обогреватель. Он представляет собой декоративную панель, внутри которой хромоникелевый нагреватель на 95% зарядный составом из кварцевого песка. Его уникальность в том, что нагревается он за 10 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько часов. При этом потребляемая мощность электроэнергии в сутки всего 2,5-3 кВт, что в 4 раза экономней обычного электрочайника. Один обогреватель рассчитан где-то на 8-9 квадратов, как основной источник тепла. Можно применять в любых помещениях, в загородных домах, офисах, гаражах и квартирах. Они абсолютно пожаробезопасны и не опасны для здоровья человека. Производятся такие обогреватели на единственном в России заводе энергосберегающих обогревателей. Внутрь панели засыпается кварцевый песок высокой степени очистки, благодаря которому нагревательные элементы не окисляются, а тепло отдаётся по принципу горячего кирпича. Можно устанавливать на любую стену. Это гипсокартон, кирпич, пластик. Вот такой отражатель используется на стену, устанавливается за обогревателем. Это защита стены. Тепловые лучи отражаются и идут именно в помещение. Умный обогреватель с эффектом горячего кирпича можно дополнить терморегулятором, самостоятельно увеличивая или уменьшая температуру в помещении. А можно установить современную GSM-розетку и управлять теплом дистанционно с помощью специального приложения или СМС-сообщения по телефону. Причём с любого расстояния задавать нужную температуру и выставлять время для включения и отключения. У нас дома стоит обогреватель масляный, сушит воздух. А вот про этот обогреватель я узнала, что он улучшает здоровье, поскольку он наполнен кварцевым песком очищенным. Поэтому я купила этот обогреватель и очень довольна. Гинка часто называют живым ископаемым. Этот род включает в себя несколько видов, и всего лишь один из них современный. Всего каких-то 200 миллионов лет назад эти деревья были широко распространены по всей земле. Сейчас гинка в диком виде растёт в двух районах на востоке Китая. Очень часто он культивируется в ботанических садах и даже встречается как декоративное растение. Обогреватели «Теплэко» — это современные технологии с эффектом горячего кирпича. Нагрев панели до 100 градусов. Потребляемая мощность в сутки 2,5 киловатта при использовании терморегулятора. Обогреватель наполнен кварцевым песком высокой степени очистки. Не сушит воздух, не сжигает кислород и имеет высокий уровень пожаробезопасности. Только сейчас цена по акции всего 2400 рублей. Фирменный магазин «Теплэко» в Челябинске, улица Двинская, 21. Здесь же можно приобрести защитные экраны, отражатели и подставки. Телефон 8351-202-01-77. На этом «Зеленая передача» прощается с вами. Встретимся ровно через неделю. Вы узнаете еще немало интересного, полезного и актуального для садоводов. А также увидите сюжеты о жизни растений и людей, которые любят и умеют их выращивать. И в конце выпуска наш девиз «Наше дело зеленое» — мы победим! Редактор субтитров А.Семкин